каждый день совет как вести свою страницу в этом канал youtube как кормить мне чем как содержать инвалидов ребят вы не очумели если вам не нравится как я содержу инвалидов вы попробуйте сами приедьте соберите выдумать я зубами поддержать собак не отдам 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 хотя бы на день прийти заберите у меня варю или пальму принесите ее к себе домой сносите там на травке погулять я вообще не против я одна живу в своем доме вместе с этой толпой животных которых уже больше 120 и этот дом заработала сама мне его никто не дарил он не доставался мне по наследству только две моих руки понимаете две нужно успеть все я вчера привезла согласилась взять себе такого сложного пса у меня к вечеру просто от нервов и от страха за него и давление поднялось и кровь носом пошла на улице жара больше 30 градусов и вот в таком состоянии до когда-то ощущение что у тебя уже из ушей сейчас кровь пойдет тебе нужно ходить воду наливать потому что собаки там лапу помыли выплескали все спинальников отжимать подстилки менять то есть какое бы у тебя ни было состояние как бы ты себя не чувствовал ты идешь и делаешь идешь потому что кроме меня здесь никто ничего не сделал не нужно мне говорить там про волонтеров пригласить волонтеров все это я уже проходила раньше такая была а душа на распашку да все приходите кто хотите нет после волонтеров я уже не раз вызывала работников чтобы почистить за волонтерами чтобы научить например отжимать инвалидов это нужен не один день это нужно приложить столько усилий мне во первых чтобы кого-то обучить желающих опять таких же нету никто не звонит не говорит она давайте я заберу постирать тряпки после варе никто хотя у меня было несколько постов то что у меня сломана стиральная машина то что она течет то что я простирываю вручную вот все что описывает собака за день там по 56 простыней приходится меня если вы считаете то что я плохо содержу инвалидов еще раз говорю приедьте заберите я много вижу как содержится животные других приютах и скажу честно то зачастую мне их просто жалко то что варя попала ко мне то что пальма попала ко мне это огромное везение для собак это не то что я там себя хвалю а какая молодец хотя и действительно молодец потому что ну не было бы этих собак уже живых не был я вот просто за уши тащу варю каждый раз кто не там поднимается фосфор в крови просто вытаскиваю собаку с того свет сейчас у меня еще один вот приехал утром я просто первым делом подскочила в пять утра и поскакала туда к нему жуткий страх я почему-то очень боюсь что он умрет понятно что на меня вообще тогда там спустят всех собак метод камнями давайте закидайте меня слава богу пёс жив сегодня будем пробовать ему капельницу поставить обезболивающее сделаем не судите если вы не прошли путь в чужой обуви не судите